В этом ветеринарном кабинете бывают и дикие, и домашние животные. Как рассказывают хозяева питомца, кот по кличке Бондик перестал есть и сильно похудел. Чтобы поставить точный диагноз, пациенту необходимо сдать кровь. Заболел, перестал есть. И перестал жить, можно сказать. Раньше был веселый, добрый. Никогда никого не обижал. Теперь надо уже выточить. Ветеринарный кабинет в здании ЗОГ-галереи был открыт весной этого года. Со временем стал еще и операционный. Здесь лечат как легкие, так и тяжелые травмы и заболевания животных. За несколько месяцев в кабинете проведено множество операций. Сегодня специалисты представляют новинку. В ветеринарном кабинете появился аппарат вентиляции легких. Получить необходимое оборудование удалось благодаря участию в городском конкурсе общественных инициатив. Вот этот аппарат решили, что он нам нужен еще летом. Еще летом был очень сложный случай, при котором, если бы был такой аппарат, животное бы не погибло. Просто был такой трагический случай. И после этого мы решили, что аппарат такой нужен. Стали искать возможности, стали искать, кто бы нам помог его приобрести. И вот оказалось, что есть такие люди, которые в принципе способны помочь. Еще одна новинка в ветеринарном кабинете – электронные весы. Они необходимы для правильного расчета дозировки лекарств в зависимости от веса животного. Этот пациент – маленький зверек под названием Лори. Накануне перенес операцию. Использовать аппарат вентиляции легких не пришлось. Операция прошла без осложнений. Также аппарат вентиляции легких имеет приставку для ингаляционного наркоза. Такой вид анестезии хорошо переносится животными. И особенно необходим для птиц, потому что пернатые плохо переносят инъекции. Теперь в Иркутской зоогалерее готовы даже к самым тяжелым случаям. Но все-таки надеются, что их будет немного. Раиса Силина, Николай Крупченко. Новости сейчас.